Санкции, санкции, беспрецедентные санкции сыпятся на наши головы, словно из рога изобилия. Наша жизнь круто меняется на глазах, закрываются магазины известных брендов, сворачиваются производства и приостанавливаются поставки многих продуктов в Россию. Доллары и евро обновили исторические максимумы, за ними летят ввысь ценники в магазинах. Некоторые товары стали практически недоступны для большинства населения. Вероятно, скоро в автосалонах совсем не будет автомобилей. Ведь целый ряд зарубежных компаний заявили об остановке поставок машин. Среди них Volvo, Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar, Land Rover, BMW, Mazda. В Россию поставлять отказываются не только автомобили, но и самолеты. Airbus и Boeing больше не будут обслуживать свои машины, поставлять к ним запчасти и даже требуют вернуть назад самолеты, которые были переданы авиакомпаниям в лизинг. Список ограничений поставок для нашей экономики велик. Это микрочипы, всевозможные электронные устройства, программное обеспечение. Например, САП и Оракл объявили об остановке деятельности в Российской Федерации. А их системы, я напомню, используют почти вся российская промышленность. Энергетика, транспорт, другие отрасли. Картина вырисовывается мрачная. Но есть ли свет в конце туннеля? Чиновники нас успокаивают. Мол, все под контролем. Профессионалы же работают и крутые специалисты. Выстоим. Не один год в России занимались импортозамещением. Особенно интенсивно этим процессом занялись с 2014 года. После введения взаимных санкций стран Запада и России. Напомню, что причиной их внедрения уже тогда стали события на Украине. Так вот, импортозамещению тогда подвергались ключевые в стратегическом плане отрасли народного хозяйства и наиболее зависимые от импортного сырья и комплектующих. Такие как сельское хозяйство, машиностроение и сфера информационных технологий, где доля импорта доходила до 90%. Самые жесткие заградительные меры были приняты в сфере сельского хозяйства. Оно и понятно, ведь от этой отрасли зависит продовольственная безопасность страны. Еще в 2012 году были приняты меры по поддержке сельского хозяйства на 2013-2020 годы, которые неоднократно корректировались, в том числе в рамках контрсанкций 2014 года. Именно тогда был дан бой санкционки. Ее уничтожали, давили гусеницами. А финансирование программ по импортозамещению все росло. С тем, чтобы сыры, подобные буржуйским пармезану и всяким там дорблю, научились производить здесь, в родном отечестве. 2020 год был одним из целевых стратегий импортозамещения. Соответственно, мы можем подвести предварительные итоги. Достигли ли мы поставленных там целей? Давайте разбираться по порядку. По данным Национального рейтингового агентства, объем ввоза санкционной продукции за 7 лет до 2020 года сократился на четверть в реальном и на 40% в стоимостном выражении. По итогам 2019 года наиболее существенно, на 70%, сократился импорт мяса и мясосодержащей продукции с 6,5 млрд долларов в 2013 году до чуть менее чем в 2 млрд долларов в 2019 году. Или в весовом выражении в 2020 году было импортировано на 65% меньше, чем в 2013 году. Звучит неплохо, но, внимание, это единственный показатель, который удалось существенно сократить и практически достичь плановых цифр во всей программе импортозамещения. Так, экспорт молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20% вместо провозглашенных стратегии 30, плода овощной продукции на 11% вместо запланированных 20. Провальная ситуация оказалась с сокращением импорта овощей. Предусматривалось, что к 2020 году их ввоз сократится на 70%, по факту вышло на 27. А дальше еще одна ложечка дегтя. Объем российского производства, вышеперечисленных категорий продуктов, вырос чуть больше, чем на 12%, что говорит о том, что весь импорт санкционной продукции заменить не удалось. Да, он сократился с 2013 года на 25%, но объем все еще существенен, и в 2019 году импорт составлял почти 30% в совокупном предложении этой продукции на рынке России. И еще поразмышляем над некоторыми любопытными данными. За этот период резко возрос импорт из Белоруссии, а также из Парагвая, Чили и Эквадора. Например, до эмбарго на долю ЕС приходилось 43% ввозимой в Российскую Федерацию молочной продукции. То сейчас основным поставщиком стала Белоруссия – 79% против 39% до санкций. Белоруссия также заменила ЕС и в поставках мяса. Сейчас ее доля в структуре импорта в Российской Федерации составляет 29% против 12% в 2013 году. Из Парагвая, откуда до санкций мясо почти не возилось, сейчас импортируется 19%. Норвегию, поставлявшую в Российскую Федерацию до эмбарго до 40% импортной рыбы, заменили Чили и Фарерские острова, откуда сегодня поступает, соответственно, 20 и 16%. При этом поставки норвежской рыбы в Чили одновременно выросли втрое. Эквадор, откуда сейчас завозится в Россию 22% фруктов, фактически заменил на этом рынке Евросоюз. Однако за последнее время сам Эквадор увеличил закупки этой продукции в Европе в 7 раз. Все это наталкивает на мысли, что речь идет о реэкспорте подсанкционной продукции в Россию через вышеназванные страны. Выходит, не получилось полностью реализовать стратегию импортозамещения в сельском хозяйстве за счет внутреннего производства. Но все, что я говорил выше, это цветочки. Самое страшное – это зависимость нашего сельского хозяйства от иностранных семян. За последние 10 лет, со времен вступления в ВТО, доля семян иностранной селекции в российском сельском хозяйстве заметно выросла. Так, доля посевных площадей кукурузы, засеянных зарубежными семенами, выросла с 37 до 58%, подсолнечника – с 53 до 73%, а по семенам сахарной свеклы, которые в 90-е годы практически не завозились, зависимость составляет 98%. Наконец, доля импортного семенного картофеля на российском рынке составляет около 80%. Основные экспортеры семян – Франция, Германия, Италия и США. Наши чиновники в курсе такой зависимости, и вот к 2024 году хотят ее снизить до 75%. Но для этого нужно инвестировать в селекцию. Сегодня Россия на эти цели тратит около 10 миллионов долларов в год. Если сравнить с Австралией, которая входит в топ-10 мировых экспортеров пшеницы, частные инвестиции в селекцию составляют около 100 миллионов долларов, а у нас, как известно, денег нет. Кстати, подобное наблюдение можно увидеть и в птицеводстве, которое занимает лидирующее положение среди других подотраслей животноводства в России. Доля птицы в общем объеме производства мяса составила в 2019 году более 45%. При этом самообеспеченность мясом птицы в России в том же году составила более 100%. Круто? Но производители, внимание, на 98% зависит от импортного племенного материала, который поставляется в Россию немецкой Авиаген и американской Коб Вандрес. По другим видам животноводства тоже не все ладно. Маточного поголовья исходных пород свиней в России всего 20%, остальное импортируется. Также сильна зависимость молочного животноводства от поставок семени быков, улучшителей породы. В Краснодарском крае 90% молочных животноводческих хозяйств осеменяют коров американским семенным материалом компаний вот этих транснациональных корпораций. Также нельзя не вспомнить про зависимость сельского хозяйства от импорта, техники, средств защиты растений, запчастей, технологий. И тут импортозамещение совсем проседает, как и в других отраслях, где доля отечественных компонентов растет, но остается все еще малой – от 15 до 25%. Более того, за переформенные годы серьезно сократилось производство тракторов, строительной и сельскохозяйственной техники, станков и другого оборудования. Очень высокое содержание импортных деталей в гражданском самолетостроении – до 38%. Например, в новейшем отечественном самолете АМС-21 используется до 40% иностранных деталей. А в небезызвестном суперджете применяется до 80% иностранных комплектующих. Кстати, этот самолет стал самым дорогостоящим проектом российского гражданского авиастроения. И, видимо, самым тупиковым. У этого проекта нет даже линейки самолетов, рассчитанных на перевозку разной пассажировместимости. Он создавался лишь в одной размерности – 98-100 мест. Поначалу еще что-то там говорили про разные размерности, потом стало ясно – не выйдет. А это важнейшая составляющая для конкуренции с другими производителями самолетов. Вообще, тут много вопросов с этим проектом. Почему выбор пал на производство С-100, а не на более перспективные Ту-334 и Ту-414? Последние могли бы комплектоваться большей долей отечественных деталей, включая двигатели. Почему один из кураторов проекта суперджета стала фирма Boeing? Видимо, эти вопросы мало кого волновали, раз в течение последних 30 лет после распада СССР мы теряли гражданскую авиацию, что видно по сокращающемуся производству самолетов в России. А из-за санкций после 2014 года сокращение ускорилось, что особенно видно по производству суперджета. Да что уж там, мы даже легендарные самолетики «Аннушка», известные еще как кукурузник, не в состоянии произвести. Вот в 2019 году купили 10 лицензионных копий в Китае. В итоге в российском авиапарке сейчас насчитывается 1024 воздушных судна. 73,5% приходится на иностранные самолеты Boeing и Airbus. Среди оставшихся 26,5% отечественных самолетов, половина из которых вступили в эксплуатацию еще в советское время. Как известно, эксплуатировать иностранные суда нам теперь запрещено. Также нам не будут больше продавать запчасти к ним, нельзя обслуживать их. Более того, большую часть самолетов требуют вернуть назад, так как они в собственности лизингодателя, а не российских авиакомпаний. Такие вот дела. Так на чем будем летать? Для нашей огромной страны это стратегически важный вопрос. На старых советских самолетах? Но их практически не осталось. Большую их часть порезали на металл, доутилизировали в 90-е. Это в Америке даже старые самолеты консервируют, но не у нас. Придется пробовать производить старые добрые советские галоши. Тушки, илы, если удастся. Ведь за 30 переформенных лет было утеряно гигантское число кадров, деградировала наука, обанкрочено тысячи предприятий-поставщиков. Так кто же поминен в том, что импортозамещение не получается? Что мешает? Коррупция? Некомпетентность? Невезение? Может. Но только отчасти. Главная проблема – это капитализм. Да-да, наш родной, периферийный капитализм. И тут хочется вспомнить слова Егора Гайдара, известного реформатора и проводника рыночных реформ, считавшего авиастроение очень дорогостоящим делом, требующего большого бюджета, много инженеров, конструкторов, заводов для производства комплектующих. А он уже, мол, договорился с Боингом, который даст необходимое количество любых самолетов под любые авиалинии. Зачем надрываться, что-то изобретать, когда можно купить готовое? И это относится к любым машинам, оборудованию, станкам, компьютерам, микрочипам и так далее. А чтобы все это купить, нужно что-нибудь продать ненужное. Значит, надо что-нибудь продать. А что? А что-нибудь ненужное. Например, нефть, газ, удобрения, металлы, в том числе титан на производство импортных самолетов. И такой логике в экономической теории есть даже объяснение. Речь идет о теории Хекшера Олина, являющейся, по сути, современным прочтением теории сравнительных преимуществ Давида Рикардо, которая, в свою очередь, является развитием теории абсолютных преимуществ Адама Смита. По Смиту, какая-либо страна обладает абсолютным преимуществом, если есть такой товар, которого на единицу затрат она может производить больше, чем другая страна. Например, виноград хорошо растет в Португалии. Значит, произвести вино получится там с меньшими сдержками. Тогда как сукно из овечьей шерсти легче произвести в Англии. Взаимный обмен такими товарами, в производстве которых страна имеет преимущество, приведет к росту благосостояния каждой страны. Однако, если продолжить идею Адама Смита, то можно прийти к парадоксальному выводу. Если какая-либо страна может найти за границей за меньшую цену и без ограничений по объему все блага, в которых она нуждается, то в ее интересах приобретать за границей все то, что она должна потреблять. А будет ли она сама иметь что-нибудь для продажи? Вдруг ни один товар невозможно произвести с меньшими сдержками, чем в других странах? На эти вопросы дал ответ Давид Рикардо и показал, что торговля выгодна каждой из двух стран, даже если ни одна из них не обладает абсолютным преимуществом в производстве конкретных товаров. Так он сформировал теорию сравнительных преимуществ, согласно которой экономические субъекты оказываются наиболее производительными, когда они специализируются на производстве тех товаров, в изготовлении которых они проявляют особую эффективность, даже если нет абсолютных преимуществ. Наконец, разработанная в начале 20 века и прочно вошедшая в учебники по экономике теория Хекшера-Олина является развитием теории сравнительных преимуществ. Ее идея в том, что странам следует экспортировать товары, в производстве которых интенсивно используются относительно избыточные факторы производства, а импортировать товары, в производстве которых используются относительно дефицитные факторы. Короче говоря, если у вас мало капитала, но много труда, то лучше производить трудоемкую продукцию и покупать капиталоемкую и наукоемкую продукцию у тех, кто может это произвести дешевле. Много такого фактора производства, как земля, то торгуйте сельскохозяйственными товарами, недрами, ресурсами и так далее. По сути, эта теория консервирует положение развивающихся стран, которым следует оставаться в системе международного разделения труда, да не рыпаться. То есть эта теоретическая конструкция закрепляет за странами периферии отрасли с меньшей добавленной стоимостью и говорит, что это нормально, несмотря на то, что та попадает в ловушку зависимости от ведущих экономик мира. Здесь я хотел бы выделить разработки Рауля Пребеша и Ханса Зингера, посвященные проблеме глобального неравенства и сильному развитию одних стран при растущем отставании других. Авторы исходят из концепций неэквивалентного обмена и зависимого развития стран периферии. Ими был обработан большой эмпирический материал в годы до Второй мировой войны. Они смогли показать, что механизм эксплуатации неэквивалентного обмена центром периферии раскрывается через структуру торговли. Цены на промышленные товары с более высокой добавленной стоимостью, которые больше экспортируются странами центра, имеют тенденцию большего роста, чем на продукты с низкой степенью передела, в частности на сельскохозяйственные, которые в основном продают периферии. Это объясняется большей гибкостью цен промышленных отраслей за счет их большей монополизации и наличия интеллектуальной ренты. В сельском хозяйстве же больше задействован малый бизнес, где цены тесно привязаны к уровню издержек. Периферия, производя продукцию с меньшей добавленной стоимостью, будет всегда отставать от ведущих экономик мира. Закрепляется ее отставание. Для выхода из этого положения на траекторию устойчивого развития требуется проведение импортозамещающей индустриализации, писал Пребеш. Латинская Америка пыталась пойти по такому пути, но им не удалось сколько-нибудь серьезно сократить отставание от стран центра. Напротив, отставание нарастало. В наши дни за периферией также закрепляются отрасли с низкой добавленной стоимостью. Это не обязательно сельское хозяйство или добыча сырья, а может быть даже производство. Вот наглядная модель распределения добавленной стоимости в высокотехнологичных отраслях. Она называется SmilingCure. Мы видим, что большая часть добавленной стоимости создается в неокр, в брендировании, разработке, дизайне, продажах и послепродажном обслуживании, а меньше всего в производстве, которое находится сегодня преимущественно в странах Азии. Эффективное импортозамещение невозможно, если двигаться в рамках буржуазно-экономической мысли. В этом случае можно доплыть только до периферийного тупика. И все эти глобальные организации типа ВТО, МВФ, Всемирного банка обслуживают интересы стран-центра капитализма. Любое сопротивление периферизации, включая политику импортозамещения, будет считаться антирыночной, что дает повод применить очередной пакет санкций. Вот, например, Евросоюз и США пожаловались ВТО и потребовали от России 290 миллиардов евро за дискриминацию европейских товаров. Выходит, рыночная экономика не позволяет развиваться, а, напротив, консервирует отсталость. И чтобы выбраться из периферии, следует для начала обуздать рыночную стихию и вводить институты планирования, рассчитывая межотраслевые производственные взаимосвязи в экономике страны. Речь идет о межотраслевом балансе или модели затраты выпуск, по сути позволяющей найти пропорции для нормального воспроизводства экономики. В какой-то мере подобной моделью можно воспользоваться и в рамках капиталистической экономики. Ведь возможно же рассчитать, сколько нужно угля для производства металла, а сколько для других отраслей. Далее, сколько нужно металла для производства угля, затем сколько нужно газа для производства металла, сколько для производства удобрений, сколько для отопления, для топлива и так далее. Межотраслевой баланс можно представить в виде системы линейных уравнений, описывающих практически все межотраслевые связи. Однако при капитализме такая модель может функционировать только ограниченное время только в случае обострения всяких противоречий, например, экономических кризисов, санкционного давления и так далее. В долгосрочной перспективе каждый капиталист пожелает работать вне плана, опираясь на свою основную цель – бесконечное накопление капитала и максимизацию прибыли. А это уже означает постоянное наращивание производства, поедание конкурентов, рост концентрации производства и капитала, монополизацию экономики и даже развязывание войн. Но отчаиваться не стоит. История показывает нам, что выход есть. Импортозамещение и выход из периферии возможен, но только при разрешении основного противоречия капитализма между общественным характером процесса производства и частнокапиталистической формой присвоения. То есть пока собственность на средства производства будет принадлежать кучке капиталистов, едва мы сможем планировать экономический рост и рассчитывать на сбалансированное воспроизводство. Само плановое введение хозяйства стало возможным в результате установления общественной собственности на средства производства. Это значит, что в нашей стране земля, фабрики, заводы, морской и воздушный флот – все принадлежит народу. Установление общественной собственности, превращение трудящихся в хозяев своей страны позволяет организовать плановое введение хозяйства, позволяет поставить перед этими планами самые возвышенные, самые гуманные цели, цели, связанные с улучшением жизни народа. Возьмем для примера Кубу, живущий в условиях жесточайших санкций, практически полной блокады на протяжении нескольких десятилетий. Ограничения против острова свободы сравнимы с политикой геноцида. Но они держатся и развиваются. Также примером служат первые годы существования советского государства, находившиеся под действием серьезных санкций. Но это не помешало индустриализироваться в столь короткие сроки и за 20 лет создать такую мощную промышленность, которая позволила одержать победу над нацистской Германией во Второй мировой войне. Сравните тот период теперь с последними 30 годами новой капиталистической России, в которой мы растеряли промышленность, которая, как теперь выяснилось, нам очень нужна. Мир сегодня в агоне. Санкционные, торговые, валютные и даже горячие войны будут нарастать. И это совершенно ясно. Ведь мы не оправились и не смогли преодолеть прошлый мировой экономический кризис 2008-2009 годов, как подошел уже новый. Противоречия капитализма накалены до предела. И кончится это может ни много ни мало новой империалистической бойней. Возможно, я не скажу ничего нового. Капитализм не работает. Но иной мир возможен. Продолжение следует... Продолжение следует...